Информационная война. Информационная война. На радио Крыму. 24-90-96. Стационарный телефон города Симферополя. Пока первый телезритель или радиослушатель дозванивается, я хочу остановиться на событии, которое сегодня произошло в Киеве. Сегодня более тысячи пикетчиков пикетировали посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве с лозунгами антивоенными. С лозунгами «Янки гоухом», так можно сказать, что не надо поставлять нам оружие, лучше бы помогли восстановить разрушенные заводы, там, где США, там война. Сейчас уже в интернете полно сообщений, видеороликов, фото, репортажей об этом. Такое чувство, что сегодня буквально Украина наконец-то начала просыпаться. И даже несмотря на то, что СБУ ведет достаточно жесткие терроры и, в общем-то, отслеживает и мобильные звонки, и социальные сети, тем не менее, люди вышли и, в общем-то, в центральный орган управления. Какой там по счету штат Соединенных Штатов Америки, который Украину рассматривает как, ну, для Госдепа все равно, что Техас, что Украина. Получается, что пошли не столько к резиденции президента Порошенко, не столько к кабинету министра, а пошли непосредственно в логово человека, который осуществляет операционное управление этим государством, от которого мы, наконец-то, в общем-то, год-полтора года назад ушли. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер, дмитрий. Добрый. Вопрос, в общем-то, в теме, актуальны. Да. Значит, понимаете, в нашей истории российской, вот были моменты, когда мы проводили страны, мы подготавливались, чтобы, за что, не тот, не их не выход, а на странах, как в городах. Ну, сейчас, в данный момент, если Владимир Владимирович будет, в конце концов, а вот, что, не случилось, потому что, опять, что у нас не произошло. Угу. 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 по совести люди его сразу вычисляют и сразу понимают и для людей получается что человек живущий по совести особенно во власти он выше чем например писаные правила и поэтому все очень дорожат и молебны и заказывают и в общем то на самом деле делают достаточно важную работу люди поддерживая земли понятное дело что как это будет двигаться во времени мы посмотрим я думаю что работа ведется это все равно информация не открытая мы они ничего не знаем но в любом случае поскольку президент является представителем определенной группы людей государственников которые развивают государства и которые двигают русскую цивилизационную концепцию которая отличается от европейской и от западной вообще то я думаю что какие-то меры в этом направлении все равно предпринимается самое главное что касается нас то что касается верхнего этажа от которого действительно очень много зависит наше время когда управленцев то по пальцам рук пересчитать и на местах и в центре нам нужно здесь на земле быть готовыми для того чтобы воспитывать своих детей которые бы могли быть готовыми управленцами для того чтобы воспитывать свои семьи своих близких окружающих людей для того чтобы рассказывать им основы достаточно общей теории управления как теории либо рассказывать им основы достаточно конкретной практики управления обмениваться опытом ведь на самом деле представители старшего поколения, которые управляли страной в 80-е, 70-е годы. Даже несмотря на то, что Советский Союз развалился, тем не менее, опыт управленческий, знаете, взаимодействие с подчиненными, с равными, с высшими, аппаратные игры, вот эти все нюансы, которые не преподают ни в каком ВУЗе, на секундочку, которые не описываются в открытых источниках, этот опыт нужно передавать. Так вот, вот это взаимодействие между поколениями и передача технологий, она тоже может сыграть очень важную роль в сохранении преемственности курса, ну, имеется в виду в 20-30-40-летней перспективе, что в принципе и есть основа целеполагания суперсистемы под названием, например, Русский мир или суперсистемы под названием Российская Федерация и так далее, и так далее. У нас есть еще один звонок в студии, добрый вечер, слушаем вас, Матя. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Хотел спросить, могут ли отдельные субъеки Федерации, допустим, Крым, Белоруссия, признать ЛНР, ДНР как государство? И второй вопрос у меня, как вы повараете, это ЛНР и ДНР, это сопротивление или все-таки ополчение? Спасибо большое. Боевые действия в ЛНР, ДНР в Новороссии ведут прежде всего граждане этих республик. Там есть достаточно заметное количество добровольцев, причем добровольцев не только с Российской Федерации, есть из Молдавии, есть из других областей Украины, и о них очень много информации. Есть немцы, есть французы, есть англичанин Грэм Филлипс, о нем все слышат, который в открытую, будучи гражданином Великобритании, тем не менее, освещает события на Донбассе по нашу сторону баррикад. Есть финны, есть даже шведы и так далее, и так далее. То есть основной костяк вооруженных сил Новороссии составляют прежде всего граждане Донецкой и Луганских народных республик. Что касается признания. Смотрите, в чем суть дипломатической игры, связанной с признанием или не признанием. Весь вопрос в том, какую цель мы преследуем стратегически. То есть с точки зрения людей в субъектах непосредственно в Донецкой, Луганской народных республиках, они, конечно, находясь вот в таком состоянии и в Украине, и не в Украине в одно и то же время, когда они приняли декларацию о... ну, они отделились, они фактически сделали то же самое, что Крым сделал 21 января 1991 года. Это автономия, это суверенитет государственный и так далее, и так далее. Все, что из этого вытекает. Но поскольку государственный переворот на Украине дел со всем коллективным Западом, который на самом деле контролирует все предприятия Украины, а они все зарегистрированы в офшорах с английской юрисдикцией, то возникает коллизия, связанная с тем, а как будет признаваться эти территории в долгосрочной перспективе. И, что самое главное, если, например, взять эти две республики, признать, а потом следующим ходом каким-то образом они там на своих выборах, референдумах каким-то законным путем попросятся, например, состав Российской Федерации и перейдут на баланс Российской Федерации, то сразу же эти территории будут так же, как и Китайская Народная Республика, которая с 1945 по 1973 год была вообще не признана никем, она считалась оккупированной коммунистическим режимом, из-за нее, например, в ООН голосовал Тайвань. Это достаточно такой серьезный вопрос. И самое главное, геополитический вопрос, а что будет с остальной Украиной, как русской территории? У нас в стратегии 2020 написано воссоединение всей вот этой феодальной раздробленности 1991 года. То есть, если мы машем рукой на всю остальную территорию и она становится рассадником Бандеровщины, она становится рассадником, где НАТО будет развивать свою инфраструктуру и фактически там будет идти подготовка к Третьей мировой войне, то сегодня стратегически, с точки зрения суперсистемы под названием Русский мир, важно сделать ход, который многими не рассматривается как реальной, а напрасно. Не Украина воюет за Донбасс, а Донбасс воюет за Украину. И на самом деле Украина войдет в состав Новороссии, при которой центр экономический, политический, финансовый будет на Донбассе. Но для этого нужно осуществить ряд действий, которые мы пока что не делаем явно, вот только сегодня начались массовые волнения в Киеве. Нужно осуществить ряд действий, поскольку американцы, немцы, литовцы, поляки осуществили государственный переворот и профинансировали его. Вспоминаем 16 миллионов долларов, которые СБУ, тогда еще Януковическое, вытянуло из офиса партии Батьковщина, на секундочку, который Турчинов заправлял. Это прямое финансирование из посольств. Так вот, они осуществили, профинансировали переворот. А кто сделает контрпереворот? Без бомбежек, без градов, без... Это просто операция по работе с журналистами, с элитами, с населением. Это в том состоянии, в котором сейчас находится Украина, это сделать уже не только можно, но и нужно. И получается, что сегодня вот эта качель, она уже начинает идти в другую сторону. И если посмотреть вот в перспективе пятилетней, семилетней, надо забирать всю Украину. Даже если мы оставим одну, две, три области, это будет рассадник Бандеровщины, который не зачистится. И там все равно будет коваться кулак для того, чтобы сделать какой-нибудь европейский ИГИЛ. Этим все может и закончиться. И вот чтобы этого не допустить и думать, например, не на сегодня, завтра в рамках одного года-двух, а думать стратегически на глубину до десяти лет, этого делать стратегически нежелательно. Поэтому и в общем-то эту паузу мы и выдержим. Она совершенно не значит ничего относительно факта, признаем, не признаем. Без и гуманитарной помощи, оказываемой Российской Федерации, там бы просто уже ничего не было. И помощь людей, и дипломатическая помощь, и помощь даже с точки зрения того, что были попытки ввязать войну Россию, но даже маневры на территории Российской Федерации, даже развертывание стратегических сил, авиации и так далее, и так далее, остужали головы вот этих буйных, которые понимали, что не дай бог, если что случится, им жить останется меньше двух суток. То есть такие действия, они тоже влияют на расклад сил. Понятное дело, сердцу больно, и то, что происходит на Донбассе, это просто ужас. Я думаю, что все равно это подойдет какому-нибудь международному процессу под названием Нюрнберг-2, который будет проходить в Киеве или в Донецке или в Харькове, где будут расследованы все воинские преступления, и когда начнется зачистка бандеровщины во всех ее проявлениях, не только на Западной Украине, а прежде всего в Киеве и в Днепропетровске. Вот тогда, в общем-то, и ответят. Я рассуждаю примерно так. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас, сниматель. Здравствуйте. Здрасте. Дима, девочка, я из Барки-Сарая. Слушаю вас. Хотел бы задать такой вопрос. Вы знаете, меня просто интересует. Вот, например, мы уже больше полтора года, наверное, находимся в составе России. Да. Вот. И вот я, вы знаете, стою на остановке как-то, наблюдаю такую картину. По токе машин, очень много еще машин крымских с украинскими номерами, а некоторые даже вымешивают украинские флажки желто-блокидные. Вот. Я вот не понимаю, вот вы объясните, пожалуйста, чьи руководствуют эти люди? Или они еще сомневаются, что они в своих сторонах находятся в составе России? или надеются, что Крым вернется в состав Украины? Не понимаю я психологии этих людей. Вот многие люди, которых, я знаю, которых машины недавно уже сменили на российские номера свои автомашин. Вот. А другие, как-то, и не калышутся, как говорится, грубо, заеденники за выражение. Вот. Хороший вопрос. Я вам расскажу. Вчера вечером сижу я уже дома, там, в социальных сетях что-то пишу, стучится мне человек из Симферополя. И говорит, задает мне прямой вопрос. А скажите, сколько стоит вот такая ярая пропаганда путинизма? На секундочку. Ну, чтобы понимать, да, я там езжу в маршрутках на работу, в общем-то, я тут получаю себе стандартную зарплату. Я просто офицер русский, присягавший в 83-м году. Это мое дело. Я им занимаюсь всю жизнь. Человеку непонятно. При этом человек живет в Крыму и начинает там хаять меня и влево, и вправо. В общем-то, я из разговора ушел, но я вам скажу следующую вещь. Даже при всем при том, что на референдуме у нас были очень понятные цифры за Россию, тем не менее, здесь у нас есть люди, которые даже в школах работающие учителя, там, разные предметы преподают, они еще, в общем-то, и даже детям говорят о том, что это все не навсегда, что Украина еще вернется и так далее, и так далее. В принципе, строят уголовная статья, раз, два, три, можно это дело вот дать вот ход как с добрым утром. Но такие люди есть. И нужно понимать, что психологически, если вы хотите понять, почему так люди рассуждают, я вам расскажу, что Украина сама, она же была такая же толпа элитарная, и там, в общем-то, огромный слой людей жил, припеваючи в той стране и связывает свое благополучие, которое, естественно, в результате глобального кризиса. Это не только у нас стало хуже, там, с хлебом насущным. Это и в Польше, и в Германии. Я вот, и у нас в эфире были германцы, которые выступали, у всех уровень жизни падает, но люди-то об этом не думают. Они думают, что раз Украина находится в состоянии войны, ее обижают, то вот тот уровень жизни, они не Украину любят, они любят свой уровень жизни в той Украине, которой не будет уже никогда. Соответственно, они себя, по факту, они являются такой, знаете, периферийной агентурой, которая тоскует по старым временам и готовы с этим бороться в силу своего понимания. Понимают они это так. При этом они не понимают, что Украина, как несуверенная страна, страна, в которой совершен государственный переворот, в которых, страна, в которой даже министры, даже губернаторы областей, иностранцы, то есть, по факту, там суверенитета и национальной гордости Украина для украинцев, об этом уже речи не идет, что СБУ и МВД, это подразделения ФБР и ЦРУ, впрямую, это не суверенные инструменты там силового управления территориями, это непосредственные, оконечные подразделения Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследования Соединенных Штатов Америки, а Украина, это задний двор Соединенных Штатов Америки, где они могут делать все, что хотят. И, а люди об этом не понимают, они думают, что на Донбассе, вот даже у нас в Крыму есть, они говорят, что на Донбассе русская армия воюет, да если бы русская армия воевала, война бы закончилась через 24 часа, ну максимум 48, но войны-то нет. И если бы была война, Украина бы объявила состояние войны, она тем не менее торгуется за скидки на газ. То есть нестыковок, когда люди 2 плюс 2, не только на Украине не могут сложить, но даже и у нас, нестыковок очень много, логически люди мыслить не очень стараются, они просто ретранслируют свой круг общения. То есть даже у нас в Крыму есть люди, которые там читают группы ВКонтакте или Фейсбуке, которые, ну, если уж не прямо, жовто-блокитное там на всю голову, то проамериканские, про западные, люди входят в какие-то секты, структуры, структуры даже сетевого маркетинга, а там все предприятия, компании, они-то в общем-то западные и так далее, и так далее. То есть работа-то на воздухе, работа-то с людьми, нужно понимать их устройство, ну, в общем-то, в основном все завязано на это слово, которое называется бабло. То есть люди тоскуют за своим прошлым уровнем жизни. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуй. Здрасте. Меня зовут Сергей, я вот с Леодосией звоню. Хотел бы узнать у вас. Да. Насчет вот Приднестровья, да? А вот Саакашвили, да, сейчас вот губернатор Одессы, или как его там называют, как вы думаете, для чего это сделали? Для того, чтобы со стороны Украины сейчас были провокации в сторону вот Приднестровья, и судьба вот Приднестровья в связи с этим назначением. Как вы думаете, что нас ждет с той стороны? Спасибо. Да. Ну, смотрите, рассуждать о играх оперативно-тактических, которые происходят на том потенциальном театре военных действий, который еще не стал театром военных действий, я не буду. Потому что всего я не знаю. Судить об этом и накачивать матрицу в ту или иную сторону, это чревато. Могу сказать, что поскольку главная цель американцев это любой ценой развязать континентальную войну с участием стран-членов НАТО, Румыния, которая там неподалеку, это член НАТО, и втянуть в эту войну Россию, и столкнуть лбами Евросоюз через структуры НАТО с Россией, и таким образом экономически ослабить всех своих конкурентов, и списать свои долги из-за обстоятельства непреодолимой силы под названием континентальная либо мировая война, вот это и есть стратегия. Для этой стратегии используются кадры, которые себя уже проявили в развязывании войны. Саакашвили это человек, который не постеснялся, точно так же, как и эти украинские и натовские генералы, управляющие АТО на Донбассе, он не постеснялся Цхинвал разгромить из тех же установок Град и Ураган. 58-я армия там зашла и, в общем-то, принудила Грузию к миру. По большому счету, американцам победа в этой войне не нужна, их интересует. Даже если там Саакашвили просто грузинские люди, авторитетные в законе, которые он изгнал в свое время, и они осели в Одессе, если они его даже порешат, их устраивает любой вариант. Самое главное, чтобы был достигнут результат, это развязывание войны. Как это будет происходить, и как мы переиграем в очередной раз Соединенные Штаты Америки, я пока гадать не буду, потому что есть масса сценариев развития этой ситуации. Все, что касается безвыходной ситуации для нас, для граждан России, которые живут в Приднестровье, для граждан Приднестровской народной республики, на самом деле имеет несколько сценариев развития. И как в дзюдо, любая безвыходная ситуация может обернуться, наоборот, очень колоссальным прикупом. Дело в том, что Приднестровье – это страна, которая не имеет выхода к морю, а в случае блокады по всем международным нормам это можно пресекать. Ну и так далее. То есть гадать не буду, никаких комментариев говорить не буду, не все так плохо на белом свете, войны можно избежать, и можно сделать небольшими ходами, дипломатическими прежде всего, и, в общем-то, разблокировать, и сделать еще кое-какие вещи. Но пока об этом говорить преждевременно. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас, сниматель. Здравствуйте. Это Иван, я из Симферополя. Здрасте. Вот. Как-то раз мы с вами виделись, даже было мне очень приятно. Спасибо. Вопрос по теме Донецк, Луганск. Скажите, пожалуйста, вот, в принципе, все понятно, да, что вся эта война из-за денег, глобальная геополитика, в чем вообще может заключаться решение этого вопроса? То есть, если проблема в деньгах, почему не решить, чтобы, допустим, как-то убрать деньги и жить на каких-то других устоях для людей, для Донбасса, для новой Новороссии, чтобы покажет ли она новый смысл жизни для людей, для населения всей Украины, России. Ну, не совсем война из-за денег. Деньги, тем более, если они имитируются не самими общинами, а банковскими структурами, то дело не в деньгах. Дело как раз-то не в самой бумажной мере продукта обмена, а дело непосредственно в территориях, в населении, которое местами может быть лишнее, местами недостаточно, либо которое, как в Прибалтике, можно заменить неграми и так далее, и так далее. То есть война не за деньги в чистую, война за ресурсы, и то даже не за ресурсы, война за геополитическое доминирование и за то, что Россия является последним препятствием для того, чтобы новый мировой порядок наступил по всей территории планеты Земля. Потому что Китай сам по себе – это сильная страна, но без связки с Россией он может тоже не устоять, на Иран в том числе. То есть речь идет о том, чтобы обыграть Россию на вот этом этапе, особенно в период прилива, когда у русских наблюдается прилив. У нас был отлив, он начался в конце… Ну, в общем-то, он начался в 73-74 году со времени Хельсинского соглашения, конференции вот этой. И тогда началось плавное затухание русского прилива. И вот в 91-м году это было, наверное, дно. В 2000-м это было еще больше дно. И вот сейчас мы начали выкарабкиваться. И только последний год-полтора мы начали иметь ресурсы для того, чтобы Западу сказать «да, в общем-то, не так». Все не так. И речь идет о более сложной комбинации. Не черное-белое. Из-за денег, не из-за денег. Чтобы людям было хорошо. Дело в том, что люди-то разные все. Люди русской цивилизации, которые в коалиции находятся с людьми исламской цивилизации, арабского там мира и так далее, и всех, которые принадлежат к исламской цивилизации. Люди китайской, юго-восточной цивилизации. Это вот коалиция, которая сформировалась в результате вот этого разделения мира. Есть западная цивилизация. И вот получается, что это разные люди, у них разные цели, разные сценарии. Западная цивилизация всегда жила за счет ограбления колоний. Русская цивилизация всегда жила за счет развития, и когда все люди равны, и, в общем-то, стремление к справедливости. Вот это принципиальное различие. И если это понимать, то понятно, что Запад никогда не допустит того, чтобы люди на Донбассе вообще жили по справедливости. И что они делают? Они бомбят жилые кварталы, разрушают инфраструктуру и выдавливают все население на территорию Российской Федерации. Это тоже преследует цели экономическую, в том смысле, что это все кладется на баланс России. Россия должна нести издержки, соответственно, она будет ослабляться. И если следующим ходом, например, сделать поджечь в Средней Азии, на Кавказе, там, еще там, и так далее, и так далее, то у них такая стратегия, что, в общем-то, задушить. Естественно, совершив определенные действия, связанные с пятой колонной, с элитами, которым у нас вся история Российской Федерации построена на том, что элиты предают, в общем-то, народ и само государство. Так же было и с Павлом Первым, которого Зубовы братья убили по заказу английского посольства, и так далее, и так далее. Все убийства царей 19 века, это тоже примерно та же песня. Поэтому игра более сложная. Но в связи с тем, что мы на подъеме, и у нас есть колоссальное после Крыма присоединение, единение духа, когда люди уже даже молитвами друг друга поддерживают, и есть очень мощный энергетический строй. Нам бы чуть-чуть в информационном поле продавить бы это, потому что там точно Запад доминирует, то тогда исход этого противостояния, ой, как не очевиден. И, возможно, развитие всевозможных сценариев. В любом случае, хочу подытожить нашу программу тем, что не все так плохо, не все так плохо, все у нас будет хорошо. Мы с вами живем в благословенном крае, который называется Крым. И хочу напомнить о том, что вот этот призыв блогеров для того, чтобы чуть-чуть изменить расклад сил в информационном пространстве, он действует. Мы запустим наш сайт уже в конце этой недели, и всем людям, которые мне уже обращаются, как мы будем дальше взаимодействовать, я и в личке, ну, в смысле, в личных сообщениях сообщу, объявлю здесь. И мы с вами начнем потихонечку работать на благо Российской Федерации для того, чтобы без войны, без уничтожения людей сделать так, чтобы Запад немножечко подувял. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Информационная война.